Ну и творческий подход к определению игроков стартового состава 23, 24 и 25 номера на льду. И один из них, Данис Зарипов, уже угрожает воротам, которые защищает Якуб Коварш. Нет, Андрей Тихомиров в воротах белых. Ну а Якуб Коварш защищает ворот как раз дивизионных Орламова и получает в них свою первую шайбу. Но Александр Семин не думал, что когда-нибудь скажу, это дебютант матча звезд континентальной хоккейной лиги. Вот так атмосфера матча звезд, расслабляюще подействовала на Александра Семина, который не очень любит общаться с нашим братом. Но ради такого дела иногда делает исключение. Белые продолжают атаковать. И из-за Коста вышивает просто. Вот Якуб Коварш сейчас встает на точку вбрасывания. Тоже, кстати, вопрос о том, как необходимо выкладываться. И на точке он против Егора Анисимова, который, в свою очередь, плюшку свою перевернул. Странно, что этим не отметился шоумен главной лиги кудочек. Удалось, да? Я бы отметил, как Анисимов вообще вбрасывание-то умудрился выиграть черенком клюшки. Да, уникальные события в жизни Грецки. Возможно, еще и дубль. Хет-трек оформить успеет. Но пока, видимо, в контратаку убегает Харламовца. Выход 3 в 1. Сарипов получает обратную передачу от партнера. И не оставляет шансов Андрею Тихомирову. Еще одному диметанту звездных матчей. И ликует тренерский тандем квартально в Казанский. Кстати, в таком же составе работали они на матче звезд в Уфе. Порядин здесь не стал жадничать. Вернул передачу партнеру и 3-1. Андрей Тихомиров, который, кстати, выводил Александра Семина к воротам Коваржа, в этом сезоне в континентальной хоккейной лиге уже успел сделать 2 результативных передач. Может быть, и сегодня он поучаствует в одной из шайб. Правда, не в этой шайбе. Автором которой становится защитник Мэтт Робинсон. Да, два защитника, кстати, на льду у Тарасовцев сейчас находилось. Несколько другой хоккей, нежели в первом полуфинальном матче. Здесь команды действительно бегают быстрее, бросают сильнее. И вот шестая шайба влетает. На этот раз ее автором становится Теннис Расмусов. Нападающий Магнитогорского Металлурга и дивизиона Харламова. Капризов из-за ворот подбрасывал шайбу на пятак. Но у Коваржа есть сезон от звонка до звонка в карьере. А у Найджела Доуса есть 5 сезонов с 30 и больше заброшенными шайбами. Этот пока не из их числа, но будет с такими темпами продолжать. Доберется до заветной отметки. 4, 3, 2 минуты до конца первого периода. А отставание минимальное. И несутся желтые вперед. Вот 4, 4. И это представитель русских «Витязей», отличившийся на патче звезд молодежной хоккейной лиги. И счет сравнялся. Второй вперед я не исключаю того, что увидим гол головой. Но сейчас Павел Порядин выводит сборную дивизиону Харламова вперед. И несутся в ответ на атаку, передача. И Тихомиров не успевает вернуться в ворота. Доус на одну из самых легких, наверное, в карьере шайб забрасывает. Да, впервые преимущество в две шайбы. Судья так не торопился. И не исключено, что потребуется вмешательство в военной комнате. Вот так. А может быть и не потребуется. А может быть и не потребуется. Тем более, что шайба все-таки влетает в ворота. Команда дивизиона Харламова. Это Илья Шинкевич до ГОСТа. Сумасшедший гол забил в этом матче уже. Укатывает за ворота. И опять он делает это. С отрицательным углом. Но в этот раз не стал завозить он шайбу. Решил бросить. И шайба Алла Чирков. Тимур Белялова залетела в ворота. Две минуты до конца третьего, второго периода. И тут опять Шинкевич играет в бильярд. Я не знаю, Капризов переправил. Жеку в воротах. Мне как показалось, да. Именно Кирилл Капризов становится автором. Седьмой шайб. Перед Робинсоном были пустые ворота. Был главный арбитр. Был Кристиан Хенкель, который под задавец матча все-таки вернулся в оборону. Но ничто это Мэтта Робинсона не остановило. Спасибо.